В тесноте да в обиде. Жители Красногорска негодуют. Детям негде учиться. Всего в микрорайоне Апалиха три общеобразовательных школы и все они переполнены. Критерием для покупки квартиры была непосредственная близость школы и садика. У меня трое детей, все трое школьники, двое это будут первоклассники в этом году и старший ребенок посещает и обучается в Апалиховской СОЖ. Дочь Ирины, 12-летняя Даша, учится в шестом классе. Она беспокоится. Ее младшим братьям придется самим добираться до учебы. До ближайшей школы Даша вынуждена ходить 15-20 минут быстрым шагом. У нас в школе все перемены по 10 минут и очень маленькая столовая, в которой практически невозможно всем ученикам школы в одно время пообедать. Но работа кипит. Правда, строят не школы, а жилые комплексы. Такие как Серебрица и Восемкленов уже распахнули 3000 дверей своих квартир для новосельцев. Родителям школьников власти пообещали, новая бесплатная школа будет. С ноября вместе с другими жителями жилого комплекса и близлежащих улиц мы боремся за нашу бесплатную школу, которая нам была обещана и застройщиком, и администрацией. Губернатор Московской области был на пороге школы во время строительства и обещал, что это будет школа для всей Апалихи. Глава городского округа Красногорск Волков тоже присутствовал здесь и рекламировал, что это будет доступная школа, бесплатная для всех детей, которые так ждут, которые разгрузят переполненную школу Апалихи. 26 января на заседании депутаты без включения темы в повестку дня решили создать лицей Ландау, математическую образовательную организацию со стоимостью обучения от 20 до 40 тысяч рублей. Почему вместо общеобразовательной школы построили платный лицей? В управление образования право ответа переложили на еще даже не вступившего в должность директора лицея Ландау. Проблема остается нерешенной. Уклончивая от ответов администрация, жителей не слышит. Остается лишь надеяться, что 1 сентября школьники Апалихи смогут учиться в одну смену и получат муниципальное бюджетное учреждение в шаговой доступности.